В обзор включены новости ранее не опубликованные на канале. В Иваново открыт новый дворец игровых видов спорта. Дворец игровых видов спорта состоит из спортивного и физкультурно-оздоровительного блоков. В физкультурно-оздоровительном блоке разместились тренажерный зал и тренировочные залы, зал единоборств, большой и малый залы для групповых занятий. Здесь также созданы условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Не прилегающий к дворцу территории завершается строительство спортивной площадки с памп-треком и скейт-парком. Объект возводят по проекту, который разработан при участии ивановских спортсменов-экстремалов. В обновленном дворце спорта Белокалитвинского района Ростовской области созданы комфортные условия для занятий. Открыт капитально отремонтированный дворец спорта в Белой Белокалитве. Спортивное сооружение, в котором почти 40 лет занимались белокалитвинцы, вышло из строя три года назад. Зданию потребовался основательный ремонт с усилением грунта, фундаментов и несущих конструкций здания, заменой кровли, инженерных коммуникаций, реконструкции чаш бассейнов. Проект капремонта был разработан в 2017 году. На строительно-монтажные работы из областного бюджета предусмотрено более 290 миллионов рублей. Еще 50 миллионов рублей область направила на закупку технологического оборудования. Напомним, за последние пять лет на Дону возведено, реконструировано и капитально отремонтировано 178 спортивных объектов, в том числе 15 бассейнов с игровыми залами, 19 спортзалов, 127 спортплощадок, 16 футбольных полей, грибной канал Дон. До 2024 года на Дону предстоит возвести еще 53 объекта, из них 45 специально оборудованные площадки для сдачи норм ГТО. На острове Парамушир в Сахалинской области появился первый в районе большой спорткомплекс с бассейном. Открытие Касатки стало настоящим праздником для 2,5 тысяч жителей Северокуриска. В двухэтажном здании разместились спортивные залы с современными силовыми и кардиотренажерами, бассейн, душевые и раздевалки, игровая зона для детей, медицинский кабинет. Общая площадь здания более 2000 квадратных метров. Больше всего курильчане ждали большой бассейн размером 25 на 8,5 метров. Теперь у юных и взрослых островитян появится возможность заниматься плаванием. Вот чем поделился маленький Глеб Халипов. Я очень рад, что буду купаться в таком большом и красивом бассейне. Обязательно запишусь в секцию. А вот что говорит местная жительница Ирина Колокольцева. В нашем районе раньше нигде не было возможности поплавать. Море у нас не прогревается даже летом. Поэтому мы очень рады, что в Северокурильске открылся такой прекрасный спортивно-оздоровительный комплекс. Сюда будут ходить не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. Как рассказал директор нового спортивно-оздоровительного комплекса «Косатка» Олег Стучинский, уже в конце декабря планируется запустить занятия в секции по плаванию. Сегодня формируются списки желающих освоить кроль, брас и баттерфляй. Наконец-то наши дети, выезжая в отпуск, будут без боязни входить в воду. Спасибо всем, кто участвовал в осуществлении этой мечты. Открытие спорткомплекса впишется в историю нашего района. Приглашаем всех оздоравливаться, сказал Олег Стучинский. Любители тяжелой атлетики начали тренироваться уже сегодня. Спортсмен и тренер Алексей Паршинцев отметил хорошее оснащение силового зала. Как считает житель Северокурильска, теперь мы сможем тренироваться на серьезном уровне. Очень вдохновляет тренерский состав, кандидаты и мастера спорта. Они будут делиться своим невероятным опытом и помогут достигать результатов на соревнованиях. Отметим, что спортивно-оздоровительный комплекс приспособлен для маломобильных жителей. Строители учли все требования сейсмической и пожарной безопасности. Наружные стены утеплили минераловатными плитами и облицовали композитными панелями. Строительство объекта велось с 2017 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов. Название для спорткомплекса выбрали сами жители Северокурильского района. На голосовании большинство поддержало касатку. В Зеленодольском муниципальном районе Татарстана состоялось открытие после капитального ремонта спортивного комплекса «Маяк». На базе спорткомплекса «Маяк» проводятся тренировочные мероприятия по выполнению государственного задания по семи видам спорта – тяжелая атлетика, дзюдо, лыжные гонки, спортивная гимнастика, хоккей на траве, настольный теннис, туризм. Для горожан есть тренажерный зал, фитнес-зал, прокат зимнего и летнего спортивного инвентаря и оборудования, а также проводятся учебно-тренировочные занятия по футболу, теннису и волейболу. В Адыге состоялось открытие нового спортивного комплекса в ауле Кашихабль. Новый спортивный объект возведен в конце 2020 года в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни». Общий объем финансирования составил свыше 82 миллионов рублей. Здесь предусмотрен просторный зал с трибунами на 200 человек, тренажерный зал, гардеробные, комнаты отдыха, медкабинет, административные и бытовые помещения. Строительство спорткомплекса обеспечит возможность развития игровых видов спорта, проведения спортивно-массовых мероприятий, доступность физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для всех категорий жителей. На сегодняшний день здесь уже работают секции бокса, тэквондо, футбола, волейбола и баскетбола. Ребята из секции футбола начали подготовку к первенству Южного федерального округа. В Омске открыт обновленный стадион СИП «ГУФКА». Реконструкция спортивного сооружения выполнена по федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы. Глобальная модернизация объекта обошлась в 217 миллионов рублей. В результате реконструкции Сибирский государственный университет физической культуры и спорта получил в свое распоряжение современное спортивное сооружение, включающее футбольное поле с синтетическим покрытием, 8 круговых легкоатлетических дорожек, легкоатлетические секторы для прыжков в длину, высоту с шестом, толкание ядра, уличный комплекс для выполнения нормативов и испытаний ВФСК ГТО. На стадионе установлены трибуны на 100 посадочных мест. Спортивную программу на футбольном поле обновленного стадиона открыл товарищеский матч между сборной командой СИП «ГУФКА» и молодежной командой «Динамо». Стоит отметить, что рядом со стадионом построено здание с помещением для раздевалок, тренерских кабинетов, душевых и санитарных комнат, приспособленных в том числе для маломобильных групп посетителей. Спортивный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем для тренировок и соревнований по легкой атлетике и футболу. Созданы условия для научно-исследовательской работы, контроля за процессом тренировки спортсменов от этапа начальной подготовки до уровня высшего спортивного мастерства. С открытием стадиона Сибирский государственный университет физической культуры и спорта получил возможность в теплое время года вести учебно-тренировочный процесс по легкой атлетике, футболу и регби на высоком профессиональном уровне. Большая пропускная способность, удобное расположение и отличное состояние спортивного объекта позволяют организовать тренировочные и соревновательные мероприятия с начинающими спортсменами, членами сборных команд региона, а также физкультурно-оздоровительную работу с омичами. В Ивангороде Ленинградской области состоялось знаковое для города событие – был запущен городской бассейн. После итоговой проверки госстроенадзора долгожданный спортивный объект наконец-то был введен в эксплуатацию и открыт для посетителей. Бассейн был построен в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Ленинградской области. Заказчиком строительства выступала администрация Ивангорода. Общая стоимость муниципального контракта составляла около 270 миллионов рублей. За счет панорамного остекления помещение с большим 25-метровым бассейном выглядит очень светлым и просторным. Общая площадь здания составляет 4000 квадратных метров. Пропускная способность – 480 человек в сутки, а в режиме соревнований – 120 человек в сутки. Здесь оборудованы и зрительские трибуны, рассчитанные на 60 мест, где зрители смогут не только следить за ходом соревнований, но и любоваться видом на лес. Помимо большого бассейна с 25-метровой чашей и пятью дорожками для плавания, в комплексе разместился малый бассейн. К бассейнам примыкают мужские и женские раздевалки с душевыми, есть и сауны. Кроме того, в здании расположены медицинский кабинет, а также тренерские и административные помещения. Новый спортивный комплекс предназначен для занятий не только плаванием, но и другими видами спорта. Здесь планируется проводить региональные и международные соревнования. В Костромской области завершена масштабная модернизация базы Центра водно-грибного спорта. Масштабная модернизация базы водно-грибного спорта, благодаря участию Костромской области в нацпроекте «Спорт. Норма жизни» обернулась, по сути, возведением нового спортивного объекта. На территории построен административно-хозяйственный корпус с цейлингами, финишная вышка, трибуны для зрителей на 300 мест, оборудована водная дистанция. В рамках обновления грибного центра приобретено более 150 единиц спортивно-технологического оборудования. В ближайшее время в центре установят оборудование тайминга. Это позволит не только готовить юных грибцов, но и проводить соревнования самого высокого уровня, от всероссийских до международных состязаний. Вслед за материально-техническими улучшениями обновился и тренерский состав. Сегодня он пополнился сразу четырьмя новыми тренерами. Один из них – Костромич, выпускник школы Олимпийского резерва имени Александра Голубева, окончил Государственную академию физической культуры, спорта и туризма по специальности тренер по гребле на байдарках и каноэ. Еще два тренера – сестры-близнецы, выпускницы школы Олимпийского резерва города Бронницы Московской области. В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами. Благодаря увеличению тренерского состава в школу дополнительно принято еще 30 детей. Сегодня в центре по гребле на байдарках и каноэ занимаются 125 юных спортсменов. В следующем году на базе будут тренироваться уже 250 человек. Группа Синара ввела в эксплуатацию многофункциональный комплекс на всесезонном курорте Архыс. На курорте Архыс в рамках развития инфраструктуры гостиничного комплекса «Романтик» завершено строительство многофункционального комплекса МФК, возведенного компанией Архыс 1650, входит в группу Синара. Планировка двухэтажного центра спроектирована по принципу открытого зонирования, что позволит проводить в нем как деловые встречи, так и культурно-массовые мероприятия. Оснащение комплекса позволяет трансформировать помещения для организации спортивных соревнований и сборов команд по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, художественная гимнастика, борьба. На втором этапе комплекса разместился конференц-зал на 90 посадочных мест, а также тренажерный зал для отдыхающих в ГК «Романтик» туристов и гостей курорта. Общая площадь МФК 980 квадратных метров. Единовременно центр может принять до 300 человек. Объем инвестиций составил около 40 миллионов рублей. В Туле после капитального ремонта открылся комплекс спортивной школы Олимпийского резерва «Юность». Здание спортивной школы включает залы для борьбы, игровых видов спорта и тренажеров. Ребята здесь занимаются самбо, греко-римской и вольной борьбой, волейболом. В вечерние часы в игровом зале тренируются команды баскетбольной любительской лиги. Занимаются футболом сотрудники предприятий и организаций. В общей сложности спорткомплекс посещают больше 1100 человек. К капитальному ремонту здания, построенного в 1969 году, приступили 25 июня. Работы выполняли за счет средств регионального и муниципального бюджетов по программе развития физической культуры и спорта. Полностью заменена система вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и пожарного водопровода, отопления. Отремонтированы фасады здания, спортивные залы, уложен спортивный игровой паркет. Оборудован пандус для маломобильных граждан. Благоустроена прилегающая территория. А что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.